Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами на одну очень важную тему, касающуюся подготовки семян к посеву. Очень многие, особенно при выращивании семян на рассаду, практикуют предварительное замачивание семян. Оно позволяет отделить схожие семена от невсхожих, этот метод позволяет предварительно продиагностировать проростки, возможно там будут какие-то признаки болезней. Этот метод также позволяет ускорить развитие растений, поскольку вот в какой-то чашечке, в плошечке, там где вы замачиваете семена, там вы можете создать максимально благоприятные условия для того, чтобы семечка начала жить. Вот это начало жизни, рождение нового растения является, конечно, очень критической фазой, которая определяет и дальнейший успех, который, конечно, выражается или в очень красивых цветах, там листьях, если это декоративное растение, или в большом урожае. В момент рождения растения точно так же, как в момент рождения ребенка, выходя, так сказать, на свет, мы и растения обогащаемся всевозможной различной микрофлорой. Почва является, конечно же, самым лучшим вместилищем полезной микрофлоры для растений. Ну, для тех растений, конечно, которые живут в дикой природе, а мы же все-таки выращиваем специально подобранные сорта со специальными свойствами, и им, конечно же, нужны специальные микробы. Взаимодействие микробов и растений в последнее десятилетие стало просто хитовой, хитовой, самой настоящей хитовой темой такого агрономического исследования и исследований в области физиологии растений по многим-многим-многим направлениям. И вот оказалось, что полезные микроорганизмы играют огромную роль в формировании будущего урожая. Один из простейших способов обеспечить растения этими полезными микроорганизмами, добавить их в процессе проращивания. Какие полезные микроорганизмы могут быть? Конечно, бактерии, всевозможные грибы. Я вам рекомендую для растений, таких как особенно баклажан, сладкий перец и, конечно же, томат, капуста, тоже очень важно, рекомендую использовать при проращивании препараты триходермы. За другие препараты я не поручусь, а вот что касается препарата плодородная почва, то в нем как раз присутствуют в этом наборе полезных изолятов триходермы, присутствуют такие, которые оказывают стимулирующее действие на корневую систему. Кроме того, они способны размягчать оболочку семян, облегчая прорастание вот этого корешка и даже у ослабленных семян, если у них энергия прорастания слабая, все равно семечка будет хорошо прорастать, хорошо набирать обороты, так сказать. Еще сама по себе триходерма неплохо подъедает мертвую целлюлозу, и вот оболочка семян как раз и является той самой мертвой целлюлозой. Многие сталкиваются с тем, что оболочка семян плохо сваливается, особенно с перцев, когда семена прорастают. Семидольки оказываются зажатыми, ее приходится снимать, там какой-то хирургик, лезвие какое-то находить, там это все счирикивать, растения повреждаются, потом семянцы развиваются ненормально или не так хорошо, как могли бы. Вот триходерма и здесь помощница. Кроме того, надо помнить, что колонизация корней с самого начала полезной микрофлоры, и триходерма там не последнюю роль играет, является очень и очень важной. Поэтому предпримите самую простую меру для того, чтобы обеспечить ваше растение хорошей полезной микрофлорой, которая будет и отбивать атаки всевозможных паразитических грибов, того же фузариума и вертициллума. И потом спрашивают, ой, там баклажаны все повяли, да, покрутило их. Так уже все, уже поздно. Вот здесь надо было все это сделать. Вот здесь, потому что фузариум начинает и вертициллум, который вызывает увядание, начинает атаковать растения с самого начала, с начала их развития, а проявляется оно, когда уже там плоды висят. И это очень обидно, что урожай теряется. То же самое можно сказать и об огурцах, и о капусте, и многих других растениях. Притом сама процедура обогащения семян, проростков вот этой полезной триходермой очень и очень простая. Достаточно взять вот эти волшебные гранулы препарата плодородная почва, буквально несколько гранул, буквально вот несколько гранул, несколько гранул закинуть в ту плошечку, в которой вы проращиваете ваши семена. Буквально совсем немножко. Ну вот у меня на чашечку Петри здесь буквально там, ну не более десятка вот этих вот маленьких крупочек. Каждая крупочка пронизана мицелием триходермы и обсеменена очень активно спорами триходермы. Если даже в процессе хранения мицелий уже высох, то споры там останутся на очень и очень долго. Триходерма, которая входит в состав этого препарата, также дружит, в большой дружбе находится с грибами рода Метаризиум, с грибами рода Баверия и многими другими агрономически важными микроорганизмами. Но не дружит по-прежнему с сенной палочкой, поэтому от сенной палочки их надо держать подальше. Кроме того, если вы уже такой прям изощренный, продвинутый огородник, вы также можете использовать препараты Стимул, препараты Гулливер совместно с вот этим препаратом плодородная почва, содержащим триходерму. Такая добавка будет очень и очень хорошей. Триходерма в составе этого препарата настолько мощная, что позволяет в полной мере избавиться от рисков повреждения ваших растений вредными фитопатогенными грибами. Поэтому если вы опасаетесь таких грибов, многие из них вызывают также и черную ножку, грибы, грибоподобные организмы, в этом случае вы можете семена даже не протравливать. Если вы не проращиваете семена, ну вот не проращиваете, сухие сеете в землю, то обязательно проложите буквально через один сантиметр вашей луночки, вашего редка, куда вы сеете семена, проложите буквально через один сантиметр по гранулке. Если вы сеете индивидуально в кассеты, то в этом случае лучше всего при подготовке почвы внести вот этот препарат в количестве примерно половины чайной ложки с горочкой на ведро грунта, воздушно-сухого, такого пышного грунта и перемешать. Если грунт является совсем ненадежным, ну то возьмите полную чайную ложечку и будет просто прекрасно. Если вы сможете ваш грунт обогатить какими-то кусочками там фруктов, очисток от фруктов высушенных, то это будет очень хорошо, потому что это будет дополнительной подкормкой для вашей триходермы в их грунте. Ну нет, значит она и так там прекрасно справится. Что ж, вот эта триходерма, плодородная почва является огромным подспорьем для защиты ваших растений с самого начала, с самых первых этапов их развития и для улучшения развития сеянцев с тем, чтобы получить наилучший урожай. Кроме того, удивительно, но факт, что те изолеты, которые входят в состав этого препарата, довольно-таки устойчивы к основным протравителям семян. В частности, к веществам, которые входят в состав препаратов Синклер и Максим, Максим XL, ну это семейство Максим. Если Максим Дачник, если у вас семена с предварительной обработкой, все равно можно пользоваться этим препаратом для вышеназванных целей. Что ж, до скорой встречи, на этом я с вами прощаюсь. Будьте с нами, до новых встреч!